Девушки отдыхают Сибскановских и Байкал-Энергийских Готов? Нет еще Все, можно комментировать, да? Егор, Егор, давай подочнее, подочнее паспорт Я занят, я думал, что-то вам быстренько спросил и все Нет, нисколько А я? А я привык в своей жизни Слушать то, что говорит молодежь, потому что это очень важно Блин Поехали Помню, помню Конечно помню это все Мне тогда было 16 лет и с отцом мы ходили Конечно, я был на этом матче Нет, я не был смотрен по телевизору, я болел Я помню Восьмой международный турнир по хоккею с мячом на приз газеты «Советская Россия» Неофициальное первенство мира, как именует его зарубежная пресса Я помню, что очень много народу было Атмосфера фантастической поддержки, как поддерживали мы сборную нашей страны Советский Союз, Норвегия За пределами города даже было слышно, как стадион шумел Победила сборная СССР Я на радостях шапку подбросил на этом турнире, вот это я помню Вернули шапку, нашли Правда, потоптали ее минут 10, но потом она вернулась ко мне на голову Шведы подъехали к восточной трибуне И в знак благодарности за то, как болельщики болели Они всей командой хлюшки болельщикам выбросили на трибуну Это было просто классно В Иркутске хоккей с мячом – это вид спорта номер один И тогда был, и сейчас он остается видом спорта номер один Это наш национальный вид спорта Иркутский, если так можно сказать Несмотря на то, что я футболист, но хоккей, я играл с шайбой, но с мячом это наш Хоккей с мячом ведет начало от клюшкования – популярной русской народной забавы Гонять по льду репу изогнутой палкой не прочь и сам Петр Первый Однако статус официального вид спорта получает лишь в 1898 году Именно тогда в силу вступают первые единые правила для хоккея с мячом Кстати, полностью заимствованные из футбола После революции русский хоккей захватывает Иркутск Инвентаря в продаже нет Когда выясняется, что одна лошадиная дуга – это четыре клюшки Вид спорта перестает нравиться зазевавшимся ямщикам Остальные иркутяне в полном восторге Особенно от театрализованных матчей Игроки в Буденовках против всякой контры Красные побеждают всегда И почти всегда белые проигрывают с двузначным счетом 20 лет спустя любимцами публики становятся красно-белые Игроки локомотива, которые будут успешно представлять Иркутск На всесоюзных соревнованиях по русскому хоккею В хоккей с мячом не всегда был менее популярный хоккей с шайбой Три вида спорта стояли с собняком В мое время, когда я совсем мальчишка еще был Футбол, хоккей с мячом и хоккей с шайбой только на третьем месте был В моем детстве в каждом магазине продавались клюшки Причем клюшки для хоккея с шайбой иногда их и не было А всегда были клюшки для хоккея с мячом Тогда времена тяжелые были, мы говорили, дяденька, дайте клюшку, дайте клюшку Не всегда нам в хоккействе давали клюшку Иногда мы подбирали сломанные, бинтом обматывали клей казеиновый И вот этими обломками во дворе проводили хоккейные матчи Было очень удобно этим мячом играть Очень удобно было в случае чего задеть за ногу бегущего, чтобы он упал Ну то есть, понимаете, правила были дворовые После этого мне понравился хоккей с мячом Стал уже ходить на... Тогда была команда «Локомотив» Мы прекрасно помним, самый лучший коллектив – это наш «Локомотив» Тогда я был «Локомотив» Локомотив и «Кузбасс» или даже тогда «Шахтер» – это были истоки русского хоккея в Сибири «Локомотив» основан в 1947 году Первая в Иркутской области команда мастеров Трехкратный чемпион Центрального совета общества железнодорожников В Советском Союзе профессионального спорта не существует Чтобы избежать статьи «Затунеядство» Хоккеисты «Локомотива» числятся работниками железнодорожного депо Машинисты, инженеры, механики, путевые обходчики В высшей лиге чемпионата страны команда выступает в 33 года Наилучшим достижением становится пятое место из 14 Общеизвестно, «Локомотив» – команда домашняя Большинство побед она одерживает в Иркутске При поддержке своих болельщиков В Иркутске всегда, в принципе, отличалась школа именно Потому что в основном воспитанники были со стадиона «Локомотив» А «Локомотив» там район такой был, ну, я бы так сказал, не очень Чтобы социального уровня хорошего Чтобы чего-то в жизни добиться, нужно было идти в спорт и там проявлять себя Когда мы пришли в «Локомотив», я, как сейчас помню, нам администратор открыл сундук И сказал, выбирайте все, что хотите А там, ну, все такое бэушное Вот такие были времена Команда играла, старалась, боролась в каждом матче И люди, которые находятся на трибунах, они видели самоотдачу людей И их привлекала вот эта борьба и желание играть Ну, я помню, был такой период, когда команда «Локомотив» прекратила свое существование Железная дорога официально объявила, что она отказывается финансировать команду «Локомотив» И таким образом мы все прекрасно понимали, что на хоккее с мячом в Иркутске можно было бы ставить крест Мы очень сильно боялись, что не будет хоккея с мячом в Иркутске на том уровне, на котором он есть Но, слава богу, тогда там в свое время подключился Матиенко Владимир Александрович И я обратился к шведам на очередном совместном заседании о том, что вот есть такая команда Рассказала им красивое что-то такое, что это серьезный социальный, может быть, вклад нашей компании в развитие спорта в городе Иркутске И образовалась вот команда новая «Сипскана» В принципе, с теми же «Людьби», но уже с другим названием «Сипскана» — Иркутский хоккейный клуб Создан в августе 1992 года при поддержке сибирско-скандинавской компании Любовь шведов к хоккею с мячом безгранична Недалеко от Стокгольма есть даже церковь Бенди Святое доверие спонсоров иркутяне оправдывают сполна В первом после распада СССР в чемпионате страны команда занимает первое место в группе «Восток» А в ходе финального турнира взлетает на четвертое место первенства России Преподаватель Шмидт объясняет иркутским студентам философию античных стойков На примере игры Евгения Ярахтина Ползащитник «Сипсканы» даже в ситуации явного поражения пытается забить гол престижа Иркутский стадион «Труд» становится самым посещаемым хоккейным стадионом России Наши владеют мячом непосредственно и близостью ворота Удар, гол! Мы любим тебя, Сипскана Подняли болельщики транспарант Сипскана – это был прорыв в 90-е годы Понятно, что это очень тяжелое время для всех И та команда, которая по-настоящему играла и по-настоящему летела Сам я сразу хочу сказать, принадлежу к весьма специфической категории болельщиков Тем, кому важны какие-то экзистенциальные, социальные смыслы в происходящем И надо отдать должное, и большое спасибо нашей иркутской команде Я эти смыслы там находил Сипскана, она обгоняла время Они на стадионе делали такие вещи, что в пору вот в это время делать То есть менеджмент клуба работал довольно прилично, особенно на рекламу Он авторитетный человек Игрок он классный Да, у него график очень жесткий Он всегда или на тренировке, или на игре Питаются они в общественных местах Дома ему редко удается покушать и провести нормальную гигиену, почистить зубы И вот как раз здесь-то приходит на помощь Орбит Тогда он для меня был Вася Обыкновенный Вася Донских Капитан команды Сипскана Страшнее пиратов жестоких морских Иркутский защитник Василий Донских Если был Вася на поле, то команда играла надежно, уверенно, спокойно Зная, что Вася здесь, себя поможет и поддержит Получил ключи от зелененькой Тойоты Как самый полезный игрок Сипсканы этого сезона Конечно, мы ощущали себя такими местными звездами, да, иркутскими Практически носили на руках И я вот Матиненко, Володя, до сих пор задаю вопрос Говорю, Володь, ну какой же ты молодец Как тебе удалось это сделать? Это был бум по всему городу И было приятно видеть новое в Иркутске На улицах, на остановках мальчишки с клюшками и с коньками едут на тренировки С гостиницей мы ехали всегда на автобусе Было сопровождение ГИБДД Мы ехали и видели, как весь город идет на хоккей И на трибуне сидели профессора, студенты, рабочие все вместе Целыми цехами, целыми заводами, целыми отделами и целыми группами ходили болеть У каждого было свое место Понимаете, такая общность была, такая любовь была А у людей вообще к спорту и кто в нем был задействован Не зажигали тогда, они проявляли свои эмоции Они, ну, вы понимаете, да? Используя разного рода слова в поддержку не только болельщиков и игроков, но и судей Шайбу, шайбу Шайбу так Шайбу, шайбу Наверное, вот это все-таки была основная кричалка, которую я до сих пор помню Самая такая долгая судьба оказалась у кричалки, придуманной как раз мной про Ирахтин Сейчас помню, одну помню точно Что-то там темнее, чем в угольной шахте, когда в нападении Евгений Ирахтин Что-то такое В воротах опаснее, чем в угольной шахте, когда нападает Евгений Ирахтин Ну, мне приятно Женя Ирахтин, конечно, был мотором команды Женечка, давай! Держи, держи! Держи, держи! Вот так же! Когда он подхватывал мяч и в своей манере начинал одного, второго, третьего разбрасывать соперника Были моменты, когда хотелось бросить Надоело, не хочу, тяжело Но отец, у отца есть всегда одна фраза Очень хорошая, я все время своим детям об этом говорю Все, что не делается, нужно делать хорошо и до конца 11 марта 1998 года состоялся вот этот вот исторический матч 11 марта 1998 год? Конечно, помню 98-й Ну да, что-то такое, да Я водник тренировал, по-моему, еще А что там было? Напомни Это когда мы с водником играли? Это когда 31 тысяча? Тогда у меня такое чувство, что было Стадион просто трещал, пошел Я уже не мог понять, как я вам стадион труб мог помещать Вместе 30 тысяч человек Официально 16,5 тысяч вмещает стадион труб Но Люди чуть плотнее сидели Сидели на лавочках, стояли вокруг поля Вот так и набралась 31 тысяча Погода была фантастическая вообще Просто, ой Тепло было, очень-то У меня выиграли рано утром Как это забыть? Забыть невозможно Ну и плюс ко всему Тогда иркутские болельщики впервые увидели вот этот вот водник в боевом состоянии Который тогда привил Владимир Янко как раз Ну что ж, на ваших экранах Владимир Янко Моя команда все-таки сильнее была Понимаете? Вот то, что, ну Ну так сложилось На тот момент водник это команда мировых звезд была Монстр русского хоккея Команда монстр Которую невозможно было остановить Вот первая атака, а водник Я помню, болельщики говорили, что Баба Ванга Дала такое предсказание Что душа ни одного из иркутских болельщиков Не успокоится на небесах Пока водник в Иркутске не будет обыгран со счетом 17-2 Многие болельщики говорили, а сможем ли мы здесь, в Иркутске, хоть что-то сделать против этой грозной команды Попытка атаковать центром Ярахтин Нет, я не забил в той По-моему, Донских перехватил Отдал в центр Ярахтин Ярахтин сделал передачу Прошел по правому флангу Хорошая передача Вот здесь на правом фланге сдал пас Захарова И Захаров забил Играть можно? Выход один на один Гол! Вот так Вот так Открытый счет в этом матче Виктор Захаров Когда мы сыграли в ничью, завоевали серебряные медали Я вот до сих пор сейчас вспоминаю У меня до сих пор, наверное, мурашки по коже от того, что было Да, не золото, серебро Но для Туси Псканы, для вообще русского хоккея в Иркутской области это было дороже, чем золото Никто не может этого отрицать Что и будет зафиксировано, как говорится, в нашей истории Я помню, что как только прозвучал финальный свисток Народу с трибун столько побежало И вот мы бежим несколько десятков человек по льду Мне казалось, что все сейчас, меня просто на части, наверное Каждый возьмет кусочек от меня сувенира, наверное, себе на память Потому что я там от всех отбивался Это был праздник Иркутска Это был праздник болельщиков Это был праздник всех, кто причастен к хоккею с мячом Отец был, кстати, на финале Я его пригласил с Абакана Он приехал сюда Я помню на его лице слезы радости Я думаю, что он понял, что он не зря, наверное, прожил свою жизнь Сейчас по традиции хоккеисты Сипсканы делают группу почета И благодарят своих болельщиков Это было, конечно, забываем Вот так Энергетическая компания В кризисе не выживает только название В 21 веке Сипскана получает имя «Байкал Энергия» В связи с тем, что я давно хожу на хоккей Команда менялась и менялась название Хоккеисты уходили Мы так будем делить Есть эпоха Иркутского локомотива Сегодня встречается сборная СССР и Иркутский локомотив Потом эпоха Сипсканы Сипскана в своей традиционной зеленой форме ворота слева Потом эпоха Сипскана Энергии Сипскана Энергия Сам и в центр сюда Ну, Женечка Колосов, умоляю, забей Гол! И «Байкал Энергия» С названием просто закрывается очередная страница В истории и открывается новая страница Появились люди, которые продолжают, наверное, мной начатое дело в Сипскане А они сегодня очень серьезно взялись за «Байкал Энергию» В первую очередь я бы назвал, наверное, Виктора Захарова Который стал президентом клуба Он амбициозный, он пытливый, он где-то взрывной Ну, наверное, своим позитивом, своим рвением Сделать команду лидера чемпионата Всех заразил это Я думаю, что не только игроков, но и весь город болельщиков Мне лично неинтересно заниматься тем Если ты не ставишь никогда перед собой никаких задач Если просто участвовать в чемпионате России Ну, это тогда без меня Если чего-то выигрывать То это тогда со мной Ногами, ногами, ногами Кто без плеча? За него! Попадать! 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 П Потому что сейчас более технически оснащены хоккеисты, чем в то время. Просто хоккеист стал другим. И нравится тебе это или не нравится, это уже другой вопрос. Ты можешь, кажется, жить ностальгией. А вот мы... Просто они умнее нас, они грамотнее нас. В чем-то, может быть, как они сами любят говорить, не догоняют. Но это они говорят про нас. Как мне эта дочка иногда говорит, папа, ты не догоняешься. Я говорю, понял. На мой взгляд, все должно вызреть, и потом уже получится какой-то результат. Мне кажется, что наша команда прошла определенный эволюционный путь. Три-четыре месяца команда не строится. Такого не бывает. Понимаете, это как машина, которая вот подшипник к подшипнику, винтик к винтику, гаечка к гаечке. Должно все притереться, тогда машина поедет. Команда «Байкал Энергия» – это та команда, которая может играть и умеет играть. Но ей нужно очень большое эмоциональное движение. Куда делась желание хоккеистов с берегов Байкала, я не знаю. Ох, как ошиблись иркутяне. Дар поворотом. И все-таки гол. У иркутян сегодня крокодил не ловится, не растет кокос абсолютно по всем фронтам. И гол. Да. Недолго мы радовались с вами, друзья. Когда не закормленные медалями, не закормленные ничем, появляется возможность выиграть Кубок России. Плохо сыграли первую часть, тяжело нам было. И потом приехали сюда и все думали, что неужели мы опять провалимся. И вот накапливается такое определенное состояние у ребят и у меня. Такая раздражительность. Тихо, 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 поспокойнее. Что нас, ну, вроде как, ну, что там иркутска уже. Сейчас они в финал вошли, да какое они там ничего не стоят и не выиграют. Как будто какой-то вирус поразил точность иркутских хоккеистов. И вот они подошли к этому определенной точке, когда они должны были или выиграть, или все, закончить. И этой командой не можно прийти. Была у меня одна такая фраза, все время я ее повторял. Ребят, или мы там умрем на поле, или мы этот Кубок выиграем. Кубок России по хоккею с мячом. Крустальная ваза с серебряной отделкой разыгрывается с 1937 года. Старейший среди аналогичных трофеев России и один из старейших в мире. К примеру, легендарный Кубок мира FIFA изготовлен на 40 лет позже Кубка России по хоккею с мячом. Шанс привести раритетный трофей в Иркутск у «Байкал Энергии» появляется в 2005 году. Однако досадное поражение от московского «Динамо» со счетом 4-14 останавливает байкальских шаманов в шаге от первенства. Серьезный шанс на победу появляется спустя 10 лет, когда выясняется, что финальную часть Кубка России иркутяне сыграют дома. Все настроены были, готовы, что, можно сказать, может быть первый и последний раз у нас такая возможность играть в финале у себя дома. Мы добились того, что этот финал будет проходить в Иркутске. Когда это уже было в Иркутске, уже было не остановить. Было такой эмоциональный подъем. Даже ничего нельзя было говорить. И не надо говорить. Потому что такие были сосредоточенные лица. И как они вышли на игру, и как они сразу, можно сказать, подавили хабара. Мне кажется, они дышали в такт. Потому что они были вот единым целым. Это была команда. По настрою было понятно, что будет победа, и победа будет с нужным счетом. Максим Блем. Далековато до ворот. Удар по воротам. Гол! Это Максим Блем! В верхний угол ворот. Максим Блем! Да там, я думаю, что каждый из первых пяти голов, они были настолько важны. Потому что у нас при счете 0-0, по-моему, они не забили в какой-то момент опасный. То ли выход 1-1, то ли удар. И потом все взяли свои руки. В какой-то момент я соскочил, забыл, что у меня гарнитура, провода везде. Весь шнурак. Я соскочил и чуть не вырвал эту всю аппаратуру. Удар по воротам. Гол! Великолепно сейчас иркутяне разыграли. Помнятся эти кликования трибун. Радость от забитых голов наших. Курик России, когда Байкал энергия завоевала, не выигрывая очень много лет, ничего, я очень порадовался. Иркутская Байкал энергия становится обладателем впервые в своей истории. Обладателем Кубка России по хоккею с мячом. Ну и радуются тренерские штат тут рядом с нашей комментаторской кабиной, пляшут, танцуют. Не даром девиз, да? Эта команда может. Эта команда может. А Кубок разыгрывается с 37-го года. Восьмого счастлива Иркутск появилась впервые. Выиграли хоккеисты Иркутской Байкал энергии. Ура! Команда выиграла и Кубок России впервые в истории Иркутского хоккея. Команда выиграла бронзу, потом два серебра. Роккеисты Иркутской Байкал энергии выигрывают бронзовые медали 23-го чемпионата страны по хоккею с мячом. Сегодня, ребята, можно шампанское в честь бронзовых медалей. Душа шампанского Евгения Рахтина. Правильно, правильно, Саня. Правильно, правильно. Можно на Евгения Рахтина всю бутылку вылить сегодня. Все. Можно сказать, что история той команды, их хоккейной команды, она закончилась. Сегодня достаточно сложные времена в команде. Идет обновление, процесс ушел. И я считаю, что это правильное было решение. Целый ряд игроков, которые уже все отдали команде. Еще одно удаление у Иркутска. Удален на Цельбле. За что, честно сказать, я не нужен. Никто не отрезается, Петрович. Люди. Происходящее вокруг. Игра, стадио. Все это меня и держало здесь. И не хотелось отсюда никуда. И сейчас не хочется. Спорт вообще такая жесткая вещь. А наша профессия тренерская не всегда такая очень хорошая и гладкая, пушистая. Нам иногда приходится быть тренером. Мы попадаем в очень сложные ситуации. Очень сложные. Потому что это все-таки люди. Что, еще одно удаление? Что, Александр Насонов? Ой-ой-ой-ой, друзья. Александр Николаевич Насонов – это легенда Иркутского хоккея. Самое трогательное было, когда он уходил из команды. Ну, понятно, по известным причинам. И вновь зазвучала эта музыка. Иркут! 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 У меня семья здесь, как бы, дети родились, как бы, оба. То есть, Костя, как бы, в шестом году, или сам в четырнадцатом, да, я, как бы, уже, когда купили, уже здесь дом построили. То есть, получается, посадить дерево осталось только, как бы. Я думаю, те ребята, которые ушли из команды, они меня поймут, может быть, сейчас не поймут. Но когда повзрослеют, они меня поймут. Что все, что делается, оно делается для результата. Теперь уже новая команда. И много новых молодых игроков пришло в команду. Я почему-то верю в то, что будущее у Иркутска будет очень хорошее. Ну, я думаю, что для сегодня, для нашей команды созданы все условия. И команда вполне боеспособная. Сегодня мы открываем чемпионат. И очень надеемся на то, что наши ребята покажут замечательные результаты, которых мы от них ждем. И пригласили там четыре новых человека. Причем там Иванушкина, Тримаскина, Юрлова. По Иванушкину. И так все понятно, да, что это мирового уровня звезда. Перевод Евгений Иванушкин бьет. Гол! Гол, Жанечка! Молодец! 1-1! Прошло 12 лет. И появилась возможность снова оказаться в Иркутске. Как мы ждали, как вернется он. А как он вернулся? Он в первом матче за Байкал Энергию забил 6 голов. Обыграл Евгений Иванушкин. Пробил и забил. Шесть. Шесть мячей на счету Евгения Иванушкина. Знаю Иванушкина. Отношусь к нему как к своему большому другу. И я всегда болею за него. Я хочу, чтобы они заняли первое место. Чтобы они обыграли всех. Я хочу, чтобы мой папа стал чемпионом России опять. Гол! Ну и вот опытнейшая. Сейчас Евгений Шадрин с мячом. Передача на Александра Егорыщева. Еще одна передача. Евгений Шадрин. Удар поворотом. Гол! Евгений Шадрин не зря сегодня надел капитанскую повязку. Восьмая минута первого тайма. Шальку! Шальку! Конечно, мы очень хотим по-прежнему быть в числе лучших команд страны. По-прежнему мы очень хотим выигрывать медали. Но главной целью для нас это дети. Представьте себе, при всей популярности, при всей команды, у нас нет, не было в области детской команды. Представляете, нет? По хоккею с мячом. И уже с конца прошлого года началось финансирование. И мы открыли в 8 городах уже Иркутской области детскую хоккейную школу Сукскана. Помогаем! Помогаем! Есть! Есть! Шаг в образовании детско-юношеских спортивных школ, он был естественный для того, чтобы был подрост, чтобы молодые люди могли видеть перспективу играть в такой классной команде, не уезжая из Иркутской области. Я не обрадовался, когда я понял, что в результате усилий и губернатора Иркутского, который благоволит хоккею с мячом, у нас была достигнута договоренность о том, что там появится крытый каток. Вот мы иногда смотрим сюжеты из Питера, да, из Москвы, где там вот занимаются хоккеем шайбы, видим, как все это красиво сделано. Мы это сегодня делаем в Иркутске. В 1947 году рубанок для выравнивания льда в умелых руках иркутянина Степана Гусева позволил местным хоккеистам продлить тренировочный процесс в два раза. В 21 веке революцию рубанком уже не устроишь. Во всем мире идет строительство крытых ледовых аренд. Крыша над головой появляется у хоккеистов Москвы, Ульяновска, Гемерово, Хабаровска. Они выходят на лед уже летом, в то время как байкальские шаманы ждут у священного моря погоды. В 2016 году власти Иркутской области анонсируют строительство современной арены для зимних видов спорта. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году к чемпионату мира по Бенте. Мы берем на себя обязательство построить такой зимний дворец. Я думаю, мы привлечем очень много ребятишек. И получим, может, какое-то новое поколение в нашем виде спорта. Захотел просто в детстве быть спортсменом, как отец. И выбрал вид спорта, в который играет папа. После школы он в машине кушает, делает уроки. Мы приезжаем домой, только сумку форму меняем, и он едет на мяч. Ребенка отдали именно потому, что хочется, конечно, продолжать жить хоккеем. Даже когда, допустим, Женя закончит играть, хочется все равно ходить, болеть, допустим, за сына. Кирилл! Кирюш! Ну что? Как? Каймар. А что недовольный? Мам, я устал. Устал? Это лишний раз доказывает, что вид спорта живет, не умирает. Как бы ему что-то там кто-то и не пророчил. Я хочу, чтобы о хоккее русском говорили как можно больше. Я хотел, чтобы о русском хоккее говорили только в позитивном ключе, потому что наш хоккей иркутский всегда был страстный, бескомпромиссный. Я хочу пожелать нашей команде добиться чемпионства. Я думаю, что это вполне реально. Я думаю, у иркутской команды, как бы она ни называлась, да, Байкал Энергия там, или еще какая-то, еще вся жизнь впереди. Будем мы, не будет нас, будет. А хоккей с мячом в Иркутске будет всегда. Иркутске будет всегда. Мне вообще нравится Иркутск, нравится его историческая часть сохраненная, где можно не только вкусно поесть, но и интересно погулять. Когда матч какой-то серьезный на стадионе труд проходит, так у нас весь город практически... Это, пожалуй, один из немногих видов спорта, который действительно любим в Иркутске. Я думаю, что даже интеллигентный болельщик в пылу, в страсти может крепкое слово вставить. Хоккеист – это тот же самый актер. Ему нужны зрители, которые будут приходить и смотреть на этих актеров. Соответственно, а зрителям нужны хорошие актеры, хорошее исполнение. У нас теперь бронза есть, два серебра есть. Но с точки зрения линейки было бы очень неплохо, чтобы было дальше три золота. Хоккей меня привел мой старший брат, который мне дал свои коньки. Я говорю, ребята, так вы из России? Я говорю, да мы из Красноярска. И вы за нас болеете! Создаете мощную школу, создаете перспективу на молодую команду. Это был единственный коллектив, который уж просто как ахнет, когда вот такой острый момент. И все, и у всех мурашки похожи. Как говорил Матиенко, меня уже под микроскопом можно разглядывать. Вот в Иркутске сумасшедшие болельщики, которые я просто им передаю привет огромный. Шлеты, когда увидели эту ораву болельщиков, они стояли головами, крутили. Зрелищного вида спорта нет. Забитые галлы и скорости для меня лучше. В марте закончится сезон, придет надо садить грядки, огурцы, поминания. 20 тысяч народу на стадионе в минус 25-30 градусов, для меня это было фантастика. Очень часто обсуждаем хоккей, мой хоккей, папин хоккей. Я вообще хожу на все матчи Жени, не пропускаю ни одного матча. Если главное, вот чтобы дети не болели. Приехал в Иркутск, как бы не знал здесь все эти, ихние традиции, тут все болельщики. Лед такой был подтаявший. Пришлось не кататься, а бегать. Когда волна пошла, и ты следишь, когда она дойдет до тебя, и ты, конечно, скакиваешь с места, руки вверх и крики «Ура!». У меня вообще такая мечта, когда они выигрывают мне золото, я перестану ходить на стадион, думаю я. Ну, сколько можно? Ну, возраст уже. Холодно. Получается, в этом году 54 года, как я хожу на хоккей, как болельщик. Ну, и сразу, чтобы, а с 2002 года, 15 лет, как комментирую матчи Иркутской Байкал-Энергии. Ну, и такой болельщик сразу мне сказал, обнимаются, значит, гол. Это вот главное правило болельщика хоккея с мячом. Музыка 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 Продолжение следует...